Довольно часто произносится слово «социально значимый проект», «социально ориентированная программа». Но, наверное, не все понимают значение и смысл этого слова, в частности. Но уж точно, что знает каждый житель нашей страны, так если произнести материнский капитал, сразу же становится многое понятно. Но есть вещи, которые требуют пояснения. Это программа «Главные новости» в студии Александр Фельдман. Здравствуйте! Напоминаю, телефон прямого эфира для всех наших телезрителей 5 11 99 66 8 800 532 55. По этим номерам добро пожаловать к нам в программу. Тема, собственно говоря, мной обозначена материнский капитал, но чуть более подробнее мы постараемся разобраться сегодня с моим замечательным гостем, которого мы пригласили специально для программы. Это начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по республике Татарстан, Гульсина Сабирова. Здравствуйте! Здравствуйте! Большое спасибо, что откликнулись. Тем более у нас есть повод. Я вот чуть подробнее для всех наших телезрителей зачитаю. Итак, вступил в силу новый закон о повторной единовременной выплате из материнского капитала в 2016 году в размере 25 тысяч рублей. Пенсионным фондом ведется активная информационная политика о начале приема от населения заявления и документов на получение выплаты. Кстати, сегодня в Казани проходит горячая линия по вопросам материнского капитала. Телефоны, по которым можно обратиться, до 16.00 с 10 утра 235 1729 235 1724. Код города, соответственно, 8843. Поэтому добро пожаловать по этим номерам. Можете обратиться. Но мы уже затронем часть вопросов и проблем. Прежде чем начнем беседу, я бы хотел для всех наших телезрителей пояснить и даже немножечко как-то предвосхитить. Дело в том, что непосредственно по республике Татарстан пенсионный фонд является лидером по 2015-2016. Ну, 2016 год еще, конечно, не закончился. Но вот этот период, который существует, скажем так, полтора года, признан лучшим, в принципе, по системообразующим. В чем секрет успеха? Действительно. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по республике Татарстан признано лидером Пенсионного фонда России. И это большая заслуга нашего управляющего Вафина Эдуарда Яфасовича и, естественно, несомненно, нашего всего коллектива. Мы лидеры по всем отношениям, во всех вопросах. Обращаются к вам за консультациями? Приезжают учиться к вам? Вызывают ли вас для того, чтобы брать пример, перенимать опыт? Нас очень уважает Пенсионный фонд Российской Федерации. Очень много субъектов желают приехать сюда для того, чтобы получить опыт нашей работы. И мы с удовольствием принимаем ту сторону, которая желает приехать. Надеюсь, что все наши телезрители услышали слово «пенсионный фонд». И, соответственно, круг проблем автоматически вырастает. Но мы все их обсудить, безусловно, не сможем. Тем не менее, сегодня мы обсуждаем материнский капитал. Итак, вот эта новость, которая прозвучала о том, что вступил в силу существующий закон о повторной единстве. То есть уже была такая введена норма, 25 тысяч рублей из материнского капитала выплачивалась. Сейчас повторная. То есть человек может еще раз воспользоваться. Я правильно понимаю? Совершенно верно. С 26 июня, в соответствии с федеральным законом, территориальные органы пенсионного фонда начали прием заявлений о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского капитала в размере 25 тысяч рублей. Но если остаток у владельца сертификата меньшей суммы, то он может взять остаток этих средств. В размере остатка данных средств. Вот эти 25 тысяч и повторная выплата, это, скажем так, какая-то необходимость? Это население высказалось? Это население на личные нужды семьи. То есть это выдается лично гражданину путем перечисления на счет кредитной организации. Ну, для личных счет. Да и личных нужд гражданина, семей. А в целом материнский капитал как-то изменился по сумме глобально? Вот за время существования программы даже? Естественно. Если говорить о том, что наша программа реализуется с января 2007 года, закон о материнском капитале. Изначально сумма материнского капитала была в размере 250 тысяч рублей. Законом предусмотрена ежегодная индексация суммы материнского капитала. И в 2016 году размер материнского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей. Это сегодня сумма материнского капитала выдаваемая. Ну, такая ощутимая поддержка семьи. Очень ощутимая, да. Весьма-весьма. Вот если ближе все-таки к повторной выплате, с какого момента принимаются? Уже принимаются заявления? С 26 июня мы начали прием заявлений в соответствии с законом. То есть фактически можно и в интернете, в том числе, на сайте пенсионного фонда, да? Именно, да. Обратить внимание наших зрителей на то, что можно подать заявление на сегодняшний день в электронном виде через личный кабинет застрахованного лица на сайте пенсионного фонда. Это очень удобно. И без посещения впоследствии пенсионного фонда. У меня большая просьба, конечно, к зрителям, кто подает в электронном виде, чтобы правильно заполнялись реквизиты счета, на котором мы будем перечислять 25 тысяч рублей. Ну, сами понимаете, это деньги. Двадцатизначный счет, чтобы правильно был заполнен, чтобы не было возвратов, чтобы нам повторно не пришлось работать с данными заявлениями. А вот эта вот дистанция от подачи заявления и поступления денег непосредственно на счет, наличка же явно не выдаются? Наличка не выдаются только путем перечисления на счет кредитной организации. Вот эта дистанция с момента подачи заявления до перечисления средств, законодательность предусмотрена два месяца. В течение двух месяцев мы перечисляем наличный счет владельца сертификата по данному заявлению. Ну вот теперь самое, скажем так, более подробно, какие документы необходимо собрать для того, чтобы претендовать в первую очередь на подобные выплаты? Самый простой комплект документов, это документ, подтверждающий личность гражданина и, естественно, реквизиты счета, куда мы будем перечислять данные средства. Единовременную выплату, то есть счет гражданинов, открытый в российской кредитной организации. И в принципе все? Все. Поэтому реализована возможность подачи в электронном виде, она доступна всем гражданам, кто зарегистрирован на едином портале государственных муниципальных услуг. Поэтому я считаю, очень хорошая возможность сидя дома подать в электронном виде заявление и без повторного посещения пенсионного фонда. Предлагаю ответить на вопросы наших телезрителей, потому что молниеносно, как, собственно говоря, к тему заявили, сразу же посыпались звонки. Напоминаю, телефон прямого эфира для всех наших телезрителей 5 11 99 66 8 800 532 55. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте, у меня вопрос такой. В ближайшее время я получаю материнский капитал. Могу ли я два раза снять деньги? Ох, с языка у меня сняли вопрос, я прям хотел это уточнить. А что значит два раза? Я сейчас поясню. Итак, смотрите, то есть речь идет о том, что это повторная выплата. К примеру, сложно меня мамой представить, конечно, но тем не менее. Допустим, у меня есть материнский капитал. Я воспользовался первой выплатой или уже срок прошел? Все, да, мы говорим о повторной выплате, но это совершенно другой закон, тот закон мы закрыли. А, все, там уже. 1 апреля 2016 года наш закон о единовременной выплате за счет средств материнского капитала в размере 20 тысяч, он закрыт. Все. Мы говорим о новом законе, и получить ее могут все те, которые сегодня либо приобретают, либо уже приобрели право, либо впоследствии приобретут до 30 сентября текущего года. То есть право на эту выплату будут иметь все граждане, которые до 30 сентября 2016 года приобретут право, то есть в тех семьях, у которых до 30 родится второй ребенок. И обратиться с заявлением территориального органа пенсионного фонда за предоставление данной выплаты они смогут до 30 ноября 2016 года. Все понятно. В конце года уже закон этот был закрываем. Ну, у меня логика тоже понятна, потому что с 2007 года стартовала программа, да, она по идее в 2015-м была только продлена. А фактически ведь речь шла о том, что она вообще могла бы закрыться. Она имеет ограниченные сроки данной программы. А сейчас ее продлили автоматически все остальные существующие правила, их тоже либо пересмотрели, либо продлили. По всем направлениям будет. Но я еще хотела бы вот по данному звонку сказать, что на сегодняшний день реализована также возможность одновременной подачи за получением сертификата на материнский капитал и сразу подачи заявлений о предоставлении единовременной выплаты. Очень удобно. Вы не случайно лучше пенсионный. Еще один телефонный звонок. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Вы знаете, у нас такой вопрос. Будут ли принимать документы на единовременный выплат в МФЦ? Потому что вот сегодня мы съездили в МФЦ Привозского района, потому что на сайт Пенсионного форта написано, что в МФЦ тоже можно подать документы. Но она сказала, что вы такие документы вообще не принимают. Если будут принимать, то с какого числа? Спасибо, что надо расшифровать МФЦ. Спасибо за вопрос. Многоинфекциональный центр, да. По всем вопросам, где осуществляется прием, по всем вопросам. Мы будем работать над этим направлением, поскольку МФЦ выполняет и наши услуги по выдаче сертификата, по распоряжению средств материнского капитала и по другим вопросам Пенсионного фонда. По единовременной выплате мы будем работать в данном направлении и, скорее всего, передадим эти функции и МФЦ. Но на данную секунду времени пока что еще утрясается процесс. Да, технические вопросы утрясти надо некоторые. Хорошо. Что еще изменилось к 2016 году? Мы уже более-менее разобрались о том, что вы упомянули, что ранее была выплата 20 тысяч рублей, сейчас она увеличена. Надо сказать, что по закону материнского капитала за последний год много изменений. Как мы знаем, что в конце 2015 года был принят закон, который продлил программу действия, программа о материнском капитале на два года. То есть ее программа о материнском капитале продлена до 31 декабря 2018 года. Вступил в силу новый закон с 1 января 2016 года, в котором установлено четвертое направление материнского капитала. Можно направить средства материнского капитала на покупку товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей и инвалидов. Это совершенно новое направление, которое действует с января 2016 года. Вот чуть-чуть подробнее. Мне прям хотелось как раз затронуть эту тему, потому что это очень такой сложный вопрос. Потому что всегда человек привыкает к новому всегда очень сложно. Но тем не менее, для тех, кто на данный момент так или иначе в жизни сталкивается именно с проблемными, скажем так, сложностями времени, которые выдвигаются на человека. Это четвертое направление, которое позволяет семьям, где имеется материнский капитал и есть дети-инвалиды. Причем вне зависимости от группы степени и тяжести. Да, дети-инвалиды. Постановлением правительства утвержден перечень товаров и услуг, которые можно компенсировать эту покупку средствами материнского капитала. То есть, если семья решила направить средства материнского капитала на покупку данных товаров, который утвержден в перечне, в первую очередь надо обратиться этим семьям в лечебное учреждение для того, чтобы внести изменения в индивидуальную программу реабилитации инвалида. Потому что данный товар либо услуга, она должна значиться в индивидуальной программе реабилитации инвалида. То есть, потом они получаются из лечебного учреждения направление в органы медико-социальной экспертизы. Орган медико-социальной экспертизы переосвидетельствует ребенка-инвалида, вносит соответствующие изменения в программу реабилитации инвалида. Потом покупается, приобретается товар. И для того, чтобы уже конечный результат обратиться с документами к нам в орган пенсионного фонда, необходимо еще обратиться в орган социальной защиты. Орган социальной защиты уже по всем документам выдает акт. Акт проверки наличия данного товара в перечне услуг, которые утверждены в постановлении правительства, и ВПР инвалида. На первый взгляд, конечно, немножечко сложная схема. К сожалению, упрощенной схемы не получилось. Такая схема, уже обращения у нас были. Такая схема, мы направили в территориальные органы памятки для того, чтобы развесили в клиентских службах. Кому интересно, это есть и на сайте пенсионного фонда. Вся информация о данном направлении имеется. С другой стороны, семья, в которой есть ребенок-инвалид, так или иначе, на 99% это люди, которые довольно-таки неплохо ориентируются именно в бумагах. Именно заполнение или еще каких-то вещей. То есть, в принципе, для них может быть и такой большой сложности. Я думаю, что это возможно, и все органы, которые задействованы в данном процессе, я думаю, что они отнесутся с пониманием к этому вопросу. Да, и наличие документов всех уже на руках. Мы, в свою очередь, направили все информационные письма и в органы Министерства социальной защиты, и в органы Главного бюро Министерства социальной экспертизы. То есть, все, что от нас зависело для того, чтобы прошла разъяснительная работа, мы это сделали. Кроме того, мы получили эти списки, у кого в семьях есть материнский капитал и дети инвалиды, мы каждому индивидуально направили вот это разъяснение памятки. Ой, вот это прекрасно. Для того, чтобы люди могли ориентироваться, если есть желание воспользоваться по данным направлению. Вот этот перечень товаров, там только товары или еще и услуги могут быть? Товары и услуги. И услуги еще могут быть? Вот этот перечень, он достаточно, скажем так, длинный или ограниченный? Нет, нет. Возможность большая? Возможность там большая, да. А где ознакомиться с таким списком? Я думаю, что и в консультанте, и в гарантии. Пожалуйста, да? Если память мне не изменяет, 360-е, по-моему, постановление или распоряжение правительства Российской Федерации. Достаточно широкий перечень услуг. Есть у меня еще один вопрос, но вопрос телезрителей важнее. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит из Зеленодорского района? Я хотела узнать, вот у нас дети начали строиться. Как можно получить этот материнский капитал? Мы обратились, но нам сказали взять кредит и там только перечислить. Так, начали строиться? Да, они начали строиться. А детям сколько лет? Ребенку только годик. Второму ребенку. Второму ребенку только годик. Давайте расскажу. Давайте. Большое спасибо за вопрос. Он более-менее понятен. Спасибо за вопрос. Ну вот смотрите, на строительство. Чтобы направить сразу, не дожидаясь возраста трех лет, исполнение ребенку, в соответствии с которым возникло право, надо действительно взять кредит на строительство. Почему? Потому что направить средства, не дожидаясь возраста трех лет, можно только путем погашения кредита. На строительство, либо покупку. Если как бы молодая семья не хочет брать кредит, на сегодняшний день они строятся своими силами, законодательство предусматривает в дальнейшем компенсацию расходов за построенный дом. То есть, когда дом уже будет построен, ребенку исполнится три года, мы можем просто все средства материнского капитала, имеющиеся на этот момент у владельца сертификата, направить на счет. То есть, мы компенсируем построенный дом. Ну просто им нужно иметь все документы о строительстве. Конечно, есть перечень документов по каждому направлению. То есть, на погашение кредита это свой перечень документов. На компенсацию другой перечень документов. Все эти документы, они утверждены также постановлением правительства Российской Федерации номер 862. По каждому направлению есть основной перечень документов, который предоставляется при подаче заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Все понятно. То есть, вне зависимости от причин, по которым, допустим, молодая семья не собирается брать кредит, по-разному же, может не устраивать. Конечно. Им надо сегодня для себя принять решение, что они хотят. Если хотят получить сейчас путем кредита, а мы погашаем только кредит средствами материнского капитала, то есть, в первую очередь, для погашения кредита они идут все-таки к кредитной организации получить его, мы только по документам представленным, мы его погашаем средствами материнского капитала. Но если не хотят брать кредит, да, то тогда надо будет ждать три года, но и все-таки основной объем по строительству объекта, он должен быть завершен. Поэтому вопросу, я сейчас вдруг у меня всплыла в голове, не хватает нам одного еще специалиста в этом вопросе, в частности. То есть, допустим, ведь банк всегда запрашивает, скажем так, материальное состояние в целом семьи. Я вот просто не знаю, насколько, могут ли они говорить, что вот у нас есть сертификат, что это сразу же пойдет... Конечно, во-первых, у каждой семьи на сегодняшний день есть государственный сертификат на руках выданным органам пенсионного фонда. То есть, насколько я знаю, много кредитных организаций, которые выдают кредиты именно... Вот этот материнский капитал. Вот этот материнский капитал. Все, я вот это и хотел понять. Да, не запрашивая других каких-то документов. Прекрасно. Еще один телефонный звонок. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в 2017-м ли выплачивается материнский капитал за второго ребенка и примерная сумма его, если будет? Спасибо. Будет ли в 2017-м году продолжены выплаты по материнскому капиталу? Я поняла вопрос зрителей, я поняла, потому что в этом году приостановлена, к сожалению, была федеральным законом индексация материнского капитала. То есть, вот эта сумма 453, это сумма 2015-го года, и в связи с тяжелым финансовым положением в Российской Федерации индексация материнского капитала была также приостановлена. Да, в 2017-м году ожидается индексация материнского капитала. Будет, возможно. Я не могу сказать, на какой процент, поскольку это будет с учетом роста инфляции, да, но в 2017-м году мы ожидаем индексацию данной суммы. Ну, более того, мы еще в 2017-м году ожидаем обсуждения, продления, продолжения этой программы, я так понимаю. Думаю, наверное, в 2018-м начнется. Думаю, наверное, в 2018-м. Хочу обратить ваше внимание, группа ВКонтакте, медиаканал Эфир24, небольшое социологическое исследование, мы такое импровизированное организовали, где вопрос сформулировали следующим образом. Считаете ли вы необходимым расширить сферы использования материнского капитала? И вот 83% считает, да, их нужно расширять. Потому что вы уже сказали о том, что есть как минимум четыре направления, одно новое. У нас на сегодняшний день четыре направления. Я совершенно с ними согласна, что расширять направление нужно. И в свою очередь отделение пенсионного фонда давали свои предложения по расширению перечни, но, к сожалению, прошло только одно направление. Вот это четвертое на интеграцию, социальную информацию. Ну, курочка по зернышку клюет, не все сразу может быть. Возможно, да, возможно, когда-то что-то появится новое, будем ждать. Мы очень много предложений давали по расширению, действительно. Может быть, у кого-то жилье есть, на образование не нужно. Формирование накопительной части – это долгий процесс, который нужно ждать. Но, к сожалению, пока прошло только вот это по детям инвалидам. Ну, вот я как раз приберег вот этот каверзный вопрос, он не совсем каверзный. Итак, есть список, да, он утвержденный. В каких условиях он может дополняться? Вы имеете в виду перечень тех документов, которые утверждены? Нет, нет, нет. Перечень услуг и товаров, на которые можно потратить вот эту вторую выплату. А только вот в соответствии с перечнем. Только в соответствии с перечнем. Да, вот в соответствии с перечнем, вот в индивидуальную программу реабилитации у каждого ребенка-инвалида есть своя программа ИПР. Вы, наверное, тоже в курсе. Вот в соответствии с этим перечнем должны быть внесены изменения в индивидуальную программу реабилитации. И мы должны будем при обращении гражданина это увидеть, что там это и есть. Есть рекомендации вот эти вот для инвалида. И тогда мы можем направить по данному направлению, компенсировать услугу, не направить. Семья покупает товар или приобретает услугу за счет своих средств. Приносит нам документы, подтверждающие приобретение данного товара или договор там на какую-то услугу. А мы уже компенсируем из средств материнского капитала. Вот последний, пожалуй, вопрос завершающий. Мы обсуждили и перечень, на что можно и так далее. Есть ли какие-то такие, скажем, табу, на что точно нельзя тратить некий такой топ-список? Очень часто же, наверное, обращаются, вот мы хотим на это потратить. Вот на что точно нельзя ни в коем случае тратить вот этот и материнский капитал, и выплату. Хотя вот именно из обращения очень часто, ну, очень часто обращаются, а можно ли купить, допустим, не жилой дом, а землю, участок? К сожалению, нет. Нет, к сожалению, законодательство предусматривает только покупку жилого дома, либо строительство, либо приобретение, но не земельного участка. А вот касаемо вторичной выплаты по 25 тысяч, могут купить себе телевизор? Да ради бога, а мы же отдаем на руки, а там уже и не следим, что они купили. Это наличные нужды семьи, и оно... То есть вот эта выплата 25, пожалуйста, продукты, еда... Конечно, оно не контролируется нами абсолютно точно. Ну, хорошо, прекрасно. Ну что ж, я благодарю вас, безумно было с вами интересно беседовать, потому что мне очень многие вещи понятны, учитывая, что я не специализируюсь, и у меня нет материнского капитала. Но тем не менее, многие вопросы, вы дали ответы, есть смысл над чем-то задуматься, есть смысл куда посмотреть, за горизонт заглянуть, проанализировать прошлое, то, что существует. И, наверное, благодаря таким, как вы, специалистам наш пенсионный фонд отделения Республики Татарстан является лучшим. Я желаю вам, чтобы вы продолжали сохранять лидерство, чтобы на вас равнялись, и чтобы ваши предложения были учтены, и программа расширялась. Большое спасибо, всего доброго, до свидания. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые семьи, обладатели материнского капитала, или те, кто лишь задумывается о его появлении. Я желаю вам удачи, и желаю, чтобы вы внимательно изучали и документы, и постановления. В общем, были в тренде, следили за всеми изменениями в нашей стране. Это была программа «Главные новости». В студии был Александр Фельдман. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова